девчонки ребята ну хочу все-таки чуть-чуть доснять отварила говядину вытащила мясо бульон готов сейчас катаем голубушки с мамой уже она мне помогать я катаю режу она скручивает раскатываем тесто тесто такое хорошее получилось на кипятке я тесто замешивала вкуснее конечно было бы на бульоне но этот раз мы заместили на кипятке раскатываем наверно 8 7 8 миллиметров чуть меньше сантиметра любите потолще раскатывайте потолще любите потоньше раскатывать и тут уже знаете на любителя у меня в этот раз смотрите какие красивенькие получились тоненькие затем разрезаем на полоски сантиметра наверное 3 до у нас полоски выходят и пока делаю тоже муки чтоб они у меня легче резались и не прилипали так затем нарезаем сегодня еще покажу беседку на стриме просили показать беседку сейчас покажу когда прямой эфир снимаешь у меня интернет не тянет чтоб в конец двора идти мама не помогает когда вдвоем это делаешь что намного быстрее все делается попросила мама скатывать а у мамы ногти длинные не получается я грунт ну давай я буду скатывать ты будешь укладывать тоже помощь мама тебя галушки кто научит делать на работе да наверно на работе же там же в гости ходила а на работе кому вы готовили у вас школьная себя на обед а я и думаю школьного база мы баш готовили для себя вот это блюдо я вообще не люблю это настолько маму я сама буду ты своими ногтями сейчас мы чтобы решила такое специфическое блюдо на любителя очень зря очень вкусно особенно колбаса такая вот не в трубке они домашняя колбаса не нравится а еще когда говорят колбаса кровянка это вообще для меня какой-то ужас ну кровянку же делают да и кому-то это ж нравится кушать же так мы ченочки ребята а потолку до слаживать еще один разном там чём с разносом скручиваем мы складываем я знаю что в грозном даже есть машинка специально мне маличка горит на линку купить и зачем она нужна мы там галушки это в грозном чаще делаю да мы будем чаще делать а мы в месяц раз месяц два раза изготовим не я люблю руками я не чутко все от этого удовольствия получат просто сегодня сильно жарко вообще считаю что же доныш это более живой когда очень такая зимняя блюдо как у армян хаш так вы чеченцы выжигал наш производство видите у нас с мамой девчонки ребята кому интересно как готовятся пошагово галушки я наверное ссылку к этому влогу прикреплю это у меня уже после стрима не получается в стриме все готовить мясо варится два часа все наши накрывают на стол сейчас закидываем галушки вот это я последняя раскатала лари . попросила лари . накроет на стол сейчас сядем по обедам но они сядут победу я в такую же выкушать не смогу я буду ужинать накатала не сильно много на один раз нам будет достаточно у меня еще пошла мавчера осталось супчик остался бульон подогреваю бульон я немножко присолила ну как немножко по вкусу присолила эти я не раскладывать я сейчас буду закидывать новая доска починилась галушками лари . накроет и десятилетия ну в такую жару ничего невозможно делать ребята девчонки очень тяжело молодым то легко маме куда у меня мама такая если ее сердце не беспокоит она сидеть отдыхать это вообще не про мою маму вообще не столько энергии что все последний докручиваем и будем закидывать отправляем ловушки у меня тут бульона достаточно нужно все алиса таймер на 8 минут так чеснок мы присолили добавляем бульон и по вкусу перчим алиса стоп галушки готовы добавляем галушки буду варить в два этапа потому что много накатали так девчоночки кто будет готовить сжигалныш кто первый раз будет пробовать это блюдо пишите мне потом в комментариях понравилось вам оно или нет но я уверена что понравится все галушки готовы несём стол уже накрыт несём сначала мясо с бульоном а затем галушки мы кушают нам приятного аппетита мама учит как кушать а у нас не ели да в бульон чесноком галушку все вам приятного аппетита так я пошла а я пошла снимать беседку как и обещала я не знаю как ребята там работают по такой жаре так вот смотрите беседка сейчас таком состоянии что непонятно вот сделали навес и сейчас они подняли вот видите у нас сарае навес на каком уровне они поднимают на уровень и мангала навеса под мангальной зоны и будут затем заливать бетоном здрасте я не поздоровалась я думаю за пару дней все сделают девчонки ребята кому нужны кислые яблоки или вкусные абрикосы приходите только урожай будете собирать сами у нас решетки покрашены смотрите один тон эти в другой то будет сып когда все сделать я думаю мы перекрасим все в один тон чтобы было красиво пока так а сейчас розы покажу смотрите розы в каком состоянии не успевают цвести вот в бутонах бутоны видите какие каждый вечер мамой хорошо поет хорошенечко поливает видите какие еще роза не отсвела она уже завяла и бутон посмотрите в каком состоянии ну по такой жаре все беседку вам как и обещала показала мои сели обедать зовут меня есть нет я по ой жаре есть не могу солнце сядет и мы с вами будем ужинать ну знаете если честно беседку хотела показать уже в готовом виде один мужчина взрослый мужчина не работает он следит за работой прораб да называется один прораб двое ребят помоложе работают не знаю как по такой жаре можно работать под солнцем я просто себе не представляю очень тяжелая конечно работа думала им сварю еще и этот разнос мама говорит нам на четверых достаточно дядька то стоит за меня зовет обедать говорю вечером вечером вместе поужинаем так что галушки накатали беседку вам показала стрим провели ребята девчонки большое спасибо за стримы мне кажется нам и мне с вами уютно и вам со мной уютно если из стримов стрим вы ко мне возвращаетесь я это очень очень ценю мне очень приятно что вы подписывайтесь лайкайте меня пишите добрые комментарии я говорю о душе мне это очень приятно завтра у нас на обед наверное будет золотистый карп или зеркальный карп как он правильно называется мама сказала завтра рыбка будет утром поедет на рынок купит рыбку она эту рыбку очень любит она жирная такая будем запекать в духовке и завтра наверно пока будем готовить рыбку опять сделаем прямой эфир сегодня будем прощаться мне нужно и галушки в морозилку чуть-чуть тут на кухне под шамами привести все помыть посуду короче все с вами увидимся завтра всех обнимаем целую люблю уважаем до завтра присоединяйтесь завтра часов так 11 нет не в 11 наверное ближе к часу к стриму увидимся